Свобода религии или убеждений. Введение. Перед вами первая из восьми презентаций о том, что такое право человека на свободу мысли, совести, религии или убеждений. Может ли это право быть ограничено и если да, то при каких обстоятельствах? В этом кратком введении мы поразмышляем над тем, на кого или что распространяются права человека и какими правами наделяет нас свобода религии или убеждений. Хочу начать с вопроса. Какие религии защищены правом человека на свободу религий или убеждений? Считаете ли вы, что это ведущие мировые религии? Или же подразумеваются все религии, включая небольшие и нетрадиционные? Или просто все религии и убеждения? На самом деле, этот вопрос с подвохом. Мы спросили вас о том, какие религии защищены. Часто люди полагают, что свобода религии или убеждений защищает религии и убеждения. На самом деле нет. Аналогично всем остальным правам человека, свобода религии или убеждений защищает людей, а не конкретные религии или убеждения. Под защиту этого права подпадают верующие люди, которые исповедуют или практикуют старые или новые религии, религии, являющиеся традиционными или нетрадиционными в их странах. Атеисты, гуманисты, пацифисты, люди, имеющие глубокие нерелигиозные убеждения относительно фундаментальных вопросов, также защищены этими правами, вне зависимости от страны проживания. Право на свободу религии или убеждений защищает даже людей, которым религии или убеждения совершенно безразличны. Иными словами, свобода религии или убеждений защищает всех. Итак, какой защитой или правами мы обладаем? Для этого нам необходимо обратиться к Международным декларациям и Конвенциям по правам человека. Двумя наиболее важными из них являются Статья 18 Всеобщей декларации прав человека Организации объединенных наций и Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах. В то время как декларации ООН свидетельствуют о политических намерениях, пакты и конвенции ООН являются юридически обязывающими. А теперь рассмотрим текст пакта о гражданских и политических правах. Статья 18 Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в отправлении культа, в выполнении религиозных и ритуальных обрядов и учений. Никто не должен подвергаться принуждению, умоляющему его свободу иметь или принимать религию или убеждения по своему выбору. Свобода исповедовать религию или убеждения подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественной безопасности, порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Участвующие в настоящем пакте государства обязуются уважать свободу родителей и в соответствующих случаях законных опекунов обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями. Что же это означает на практике? Какие права людей защищены? Права, прописанные в международном праве в отношении религии и убеждений можно сгруппировать в семь категорий. Причем первые две являются центральными элементами права на свободу религии или убеждений. Свободы иметь, выбирать, менять религию или убеждения, а также от них отказываться. И свобода совершать религиозные ритуалы или обряды, выражать веру или убеждения. Помимо этого, существует право на защиту от принуждения в вопросах религии или убеждений и право на защиту от дискриминации, основанной на религии или убеждениях. Право родителей и детей относительно религии или убеждений. И право на отказ по соображениям совести. Еще одним ключевым элементом свободы религии или убеждений являются правила о том, при каких условиях и когда права могут быть ограничены. На сайте вы найдете видеоролик по каждой из указанных категорий прав с подробным разбором значения указанных прав на практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова